здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья профсоюз сообщил о забастовке курьеров девили реклаб давно в нашей стране не было забастовок но вот видите как я понимаю первые ласточки надеюсь что и последние но как показывает практика друзья как показывают последние события это мне кажется только первое первые ласточки только начало странно конечно что началось все с девили реклам но что есть то есть я думаю что начнется это все других возможно отраслей но как видите первыми скажем так не выдержали деле реклам в деле реклам говорят что проблемы с выплатами возникли из-за логистического партнера они решаются и на работу сервиса не влияют около 300 курьеров из-за трудового конфликта начали приостанавливать работу рассказал председатель профсоюза курьер кирилл украинцев часть из них уже не могут выходить на работу из-за того что у них уже нет денег даже на проезд они ночуют в поездах и парках представляете друзья для до чего довели вот этих вот людей тут же надо понимать какие люди работают очень много скажем так приезжих людей там из казахстана из из таджикистана из узбекистана то есть мигрантов мигрантов людей у которых нет своих квартир нет своего жилья и на протяжении какого времени все это дело уже не платится что людям элементарно даже жилье не на что снимать и они вынуждены как грубо говоря как собаки спать непонятно где конечно это не в укор этим людям это в укор тем людям которые не платят им я считаю это полное хамство и наглость по его словам первая акция протеста у офиса delivery club прошла 5 июля а в рамках новых акций первыми требований станет выплата задолженности этим людям уже около 90 человек подписались по требованию о полной приостановке трудовой деятельности до выплаты зарплаты наше второе требование подписание договоров о трудовых отношениях которые будут действовать на постоянной основе вместо договора о показании услуг но договор о показании услуг это вообще такая а мутная вещица именно по этой причине данные документы и подписываются рассказал украинцев он также отметил что москве работают около семи десяти тысяч курьеров часть которых уже вошли в созданный в конце июня профсоюз друзья тут еще нужно понимать что во время вот этой вот самоизоляции вот часть нагрузки большая часть ложится именно на этих курьеров и как мне кажется для нас это скажем так волшебная палочка большая помощь данной ситуации оставаться дома если мы останемся без этих вот людей то будут нас большие проблемы они у нас и так в стране есть в связи с вот этой вот китайской дрянью но часть вот этих проблем взяли на себя вот эти вот именно курьеры именно эти мигранты которыми мы в какой-то степени можно сказать недорожим и наплевали на них если их не будет просто нам мы будем вынуждены сами ходить магазины покупать что-то и приносить себе домой вот эту вот заразу по данным профсоюза курьер опубликован на его странице социальной сети вконтакте зарплату не получили около 300 курьеров трудоустроенных через фирму последника delivery club кирилл украинцев объяснил что они не получали зарплату с мая по июнь 2020 года общая сумма долго достигла 26 миллионов в принципе не такая уж и большая сумма но видимо кому-то выгодно было не платить эти небольшие деньги он он отметил что зарплаты курьером задерживали компания милинг офис который расположен на звездном бульваре украинцев подчеркнул что курьеры представляют претензии не к логистическому партнеру сервиса а где delivery club поскольку именно они должны нести ответственность за надежность своих партнеров компания delivery club получала прибыль от деятельности партнеров на протяжении двух месяцев и понимала ситуацию с денежными операциями тому же проблема у курьеров возникла не только сейчас они были у них на протяжении двух месяцев и по сути компания все это время закрывала глаза на происходящее считает украинцев свет связаться с представителями компании милинг не удалось он также пояснил что идея создания профсоюза принадлежит курьером которые не нашли ответы на свои вопросы после выхода на забастовку 5 июня по словам украинцева после того как он взял интервью курьеров для издания вестник бури они обратились к нему за помощью в организации профсоюза он добавил что профсоюз был создан 28 июня когда было проведено учредительное собрание однако он еще не зарегистрирован минюсти для отстаивания прав регистрация не обязательно хотя мы планируем это сделать в дальнейшем заключил он представитель delivery club в свою очередь заявил что задолженности одной из логистических компаний перед курьерами им стало известно 5 июля за прошедшие с этого времени был составлен реестр курьеров ожидающих выплаты и уже во вторник с первыми из них планируется рассчитаться сервис работает штатном режиме количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров они не оказывают влияние на работу сервиса мы не приемлем такой работы партнеров с курьерами поэтому договор с этой компанией находится на стадии расторжения рассказал представитель delivery club ну конечно они расторгнут это соглашение зачем такое пятно на своей репутации хотя я считаю что ответственность в данной ситуации именно на организации delivery club компания также утверждала что представитель сервиса не знала в существовании этого сообщества до его первого публичного заявления минувшее воскресенье проблемы не выплаченные зарплаты девили клап решает напрямую с логистическими партнерами и курьерами долг в размере 26 миллионов рублей а также сотрудничество с ооо милин компания отрицает вот такая друзья информация надеюсь что это последняя забастовка не только delivery club но и каких-либо других организаций но мне кажется в последнее время в нашей стране такое происходит что я уже ничему не удивлюсь на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч